Выступление с высокой трибуны практически сразу сменилось разговором по душам. Константин Затулин, педагоги и родители учеников 8-й гимназии обсудили наиболее актуальные городские проблемы, в частности в сфере образования. Проблема в профориентации, недостаточное количество учебных мест и, как следствие, вторые смены, необходимость расширения инклюзивного образования. Для меня было неожиданностью, что Константин Федорович учился в том числе в нашей школе, так можно сказать. Его какие-то теплые воспоминания, они будоражат, греют душу и я понимаю, что этот человек нужен нашему городу, нужен вообще всем, что он очень большой патриот этого города и что он на самом деле будет болеть за сочинцев и за проблемы сочинцев. В рамках встречи Константин Федорович поинтересовался, прижилась ли в школе система 5 плюс 1, 5 недель учебы, 1 отдыха, а также критериальное оценивание знаний. Восьмая гимназия первая в городе освоила эти нововведения. Учителя и родители единогласно высказались в их поддержку. Сегодня практически 100% выпускников этого учебного заведения поступают в вузы. Большинство уезжают учиться в другие города. Возвращаются на курорт, к сожалению, немногие, только 15%. По мнению Затулина, причина утечки специалистов из города в недостаточно высоком уровне образования, которое дают городские вузы. Впрочем, эта проблема актуальна не только для Сочи. У нас не было в Сочи в тот момент ни одного вуза, поскольку считалось, что они не вписываются в генеральный план развития города-курорта. Сейчас их 15. От толку. Работа в России началась по сокращению вузов, созданию настоящих научных центров и так далее. Как бы сурово это ни выглядело, за этим определенная необходимость существует в Сочи. Назрела необходимость и в том, чтобы поднять престиж рабочих профессий, которые востребованы в Сочи и, соответственно, в этой связи развить систему среднеспециального образования. С этим на курорте пока проблемы, считает Затулин. Поэтому и возникает ситуация, при которой материально-техническая база курорта на высоте, а уровень сервиса и услуг по-прежнему хромает. Доходит до того, что некоторым новым сочинским отелям приходится массово завозить персонал из других регионов. В самом городе хорошие повара, горничные официанты пока в дефиците. А кто туда пойдет учиться? Как вы посмотрите, вакансии, которые размещают нынешние предприятия. Стандартный набор требований – это от до 30 лет, это высшее образование и стаж и опыт от 1 до 3 лет. Минимум, на любую позицию. Вопрос закономерный и, главное, решаемый. Правда, его надо будет тщательно и всесторонне проработать. Еще одна проблема, которую озвучили родители учителя на встрече с кандидатом, связанная с дистанционным образованием. В Сочи в этом направлении сделано много, но до 22-го лицея очередь еще не дошла. В школе не проведена линия оптоволоконного интернета. На это требуется отдельное финансирование, как, впрочем, и на другие плоды высоких технологий. Изменения требуются в системе образования, связанной с усилением финансирования с точки зрения инновационных программ. Хотелось бы, конечно, чтобы в идеале в каждом классе были и интерактивные доски, и обеспечение персональными компьютерами учащихся, для того, чтобы можно было пользоваться электронными учебниками, вводить инновационные программы. На встрече не только поднимались вопросы, связанные с образованием присутствующих, волнуют проблемы ЖКХ, жизни и развития города, и каждый из них нельзя оставлять без внимания. В скором времени в Сочи должна заработать общественная приемная кандидата, куда сможет обратиться каждый житель.